Всем привет! С вами Айка и вы на канале Айка Эмили. Сегодня у нас мукбанг грузинские хинкали. Увидела в комментариях, что вы просили, и я решила забабахать. Еще взяла брокколи вот такие, соус. Кстати, рецепт на соус и на грузинские хинкали будет в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте. Идеальный просто рецепт получится даже у самых начинающих хозяек. Так что обязательно пробуйте. Ох, уже этот бульончик. И тут мне сразу кто-то написал. И сейчас на последние два дня я немножко на нервах. Могу объяснить почему. Обычно зарплата с ютуба сразу садилась мне на карточку без никаких проблем. Максимум на следующий день. А тут у нас, получается, прошло три дня. А зарплата так и не села. Я немножко начала переживать. Еще плюс я ушла с работы. Поэтому, если честно, сейчас это мой единственный источник дохода. Ну, еще плюс я сдаю квартиру. Это, конечно, тоже денюжки. Но все же, небольшие. Вот, и я начала переживать. Начала писать своим знакомым, ютуберам, которые тоже получают деньги в Азербайджане. И вроде как все получили зарплату, а я нет. Не знаю, да, что делать. Позвонила в банк. В банке коротко и ясно мне объяснили. Деньги не поступали. Мы не в курсе. Короче, не знаю, с кем решать эту проблему. Вроде есть номер счета, по которому мне отправили деньги. Деньги должны быть на карточке. Вроде как там написано, что деньги садятся в течение пяти рабочих дней. Но три уже прошло. Будем ждать еще два дня. Если в течение этих двух дней тоже не придут деньги, я уже даже не знаю, что делать в таких случаях. Как действовать. Однажды у меня такое было. У меня купили рекламу. Ну, я такая обрадовалась. В инстаграме реклама. Классно. И мне отправляют чек. Вроде все правильно, но деньги не пришли. Мне говорят. Нам обязательно рекламу надо опубликовать 20 какого-то числа. Я говорю, так деньги же мне не пришли. И они такие, ну мы вам чек же показали. Дальше разбирайтесь со своим банком. А мне кажется, это просто чек, который они нашли где-то в интернете. И люди эти мошенники. Я попросила предоставить выписку из банка. Видите, чего люди пропали. Не понимаю таких людей. Вот как такие люди потом засыпают вечером? Неужели у них нету грызения совести? У меня недавно была ситуация. Я пошла в ювелирный магазин. И там молодой парень сразу перешел на ты. И такой говорит. Я тебе могу предложить эту модель. Я бы на твоем месте взял бы эту модель. Я ему сделала замечание. Я ему говорю. Я очень извиняюсь, но я не переходила с вами на ты. Я к вам уважительно отношусь, обращаюсь на вы. И прошу того же самого по отношению к себе. Ну парень немножко так растерялся. Сразу перешел на вы. Но потом меня где-то 3 дня мучила совесть. Я думаю, блин, какая же я хамка. Как я могла такое сказать? Но мне неприятно, когда молодой парень моего возраста так обращается ко мне, как будто я его какая-то подружка. Или девушка его. Если бы это была бы девушка, я бы ей ничего не предъявила. Или, например, был бы мужчина моего возраста. Мужчина старше меня возраста моего отца. А когда мой ровесник тыкает, мне как-то стало неприятно. Я не знаю, почему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может, я не права. Может, это по-хамски. И не стоит такое говорить. Я, в общем, сделала замечание консультанту. И после этого у меня очень прям такое, знаете, угрызение совести было. Дня 3, наверное, точно. Я вечером так ложилась спать и думаю, блин, какая же я хамка. А подписчики, наверное, думают, айка такой добрый человек, а оказывается она нахамила кому-то. И мне просто иногда интересно, люди, которые обворовывают других людей, как они ночью спят. Неужели у них не возникает таких каких-то мыслей? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете. Я была не права, что я попросила консультанта перейти на вы. То есть я ему вы, он мне ты. Еще так непринужденно беседуют, как будто мы настолько с ним близки, знакомы всю жизнь. Не люблю я такой вседозволенность. Особенно, когда мужчина себя так ведет. Это вдвойне неприятно. В общем, вот так вот. Ммм, какие грузинские хинкали вкусные. То ли я их давно не кушала, то ли в этот раз очень вкусные. Что-то одно. Бульон такой. Ммм. Все очень любят грузинскую кухню. И грузина в целом. Вчера мама. Как вы думаете, что мне выдает? Мама говорит. Давай возьмем еще одного котика. Я такая в шоке. Я сначала думала, мама прикалывается или просто проверяет мою реакцию. А я такая, да, 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 давай. У меня у брата появился второй кот. Рыжик. И он такой, такой красивый. Такой милый. Такой, знаете, упитанный. С хорошим аппетитом. Игривый. И маме настолько он нравится, что мама мне начала говорить, что давай возьмем второго котенка. А кто не смотрел тот влог, когда я взяла котенка Твикса, мама устроила целый скандал, что нет, зачем тебе он нужен и так далее. Мама в последнее время настолько сильно полюбила Твикса, прям как родного сына или родного внука. Чуть у него жидкий корм закончился, все, побежала в супермаркет. А если я скажу, что я хочу что-то сладкое, я проголодалась, мама скажет, ну встань и поеди в супермаркет. То есть с таким трепетом, с такой любовью. В последнее время мама сама убирает его туалет. Прям видно, насколько сильно она его любит. Хотя изначально была против того, чтобы я взяла с улицы первого котенка. Мама меня уговаривает, что давай приведем еще одного с улицы. Я такая в шоке. Я говорю, ну ты мать даешь. Мама говорит, ну что, ты замуж выйдешь. С Твиксом буду жить я, а нового котенка возьмешь себе. Это для меня, конечно, было неожиданно. Я очень люблю животных, очень люблю особенно кошек. Но я не готова пока что к второму котику, потому что очень много волос. Волосы везде. Я стараюсь помогать котикам. Подкармливаю. Рядом с домом у меня есть три кота. Вот их я постоянно подкармливаю. Супер смышленые. Мне кажется, домашнее животное это большая ответственность. Я не знаю, как Твикс отреагирует на нового члена нашей семьи. А вдруг он его будет бить. То есть новый член семьи будет бить Твикса. Увидела видео. В тиктоке люди из приюта взяли кошку, а потом через неделю вернули обратно. То есть на мой взгляд, это то же самое, что взять ребенка из детского дома, а потом через неделю отказаться от него. Нужно морально быть готовым ко второму коту. И уже отчетливо понимать, что тебе это нужно. И ты готов быть в ответе за все последствия, которые могут произойти. Поэтому пока что, если честно, я не чувствую себя прям готовой. Для меня просто удивительно отношение мамы. Неужели мнение человека так резко может поменяться? Поэтому, если ваши домашние тоже не любят кошек, собак, нужно просто сначала привезти. Поживет человек с домашним животным. Уже потихоньку полюбит. Есть люди, которые по одной штучке вот эти штуки убирают в сторону. Раздевают, так скажем, мандарин. У меня нет терпения. Прямо вот так делаю. У меня один раз брат взял мандарин и целиком засунул в рот. И прям за секунду сел. Я тоже тренирую свои эти навыки. Но у меня мама говорит, ты же девочка. Зачем тебе полностью апельсин засунуть в рот? Это некрасиво выглядит со стороны. Эх, красиво-некрасиво. Блин, вот я сижу, снимаю мукбанк, но если честно, все мои мысли на моей зарплате. Я боюсь, что она так и не придет, что-то произойдет. И кому я предъявлю? Банк скажет, что нам деньги не поступали. Ютуб скажет, что мы деньги переводили. Причем, вы знаете, я открыла новый счет. Я думаю, что какие-то проблемы с этим счетом. То есть, если бы все было, как всегда, я бы, возможно, даже и не парилась. Плюс я еще даже ушла с работы. Вы знаете, наверное, я поторопилась. Не надо было. Вы знаете, чем больше человек занят, тем больше он успевает. У меня был в жизни период, это было летом. Вы знаете, я очень сильно была занята работой. Действительно, у меня прям летом всегда на работе были хорошие контракты, хороший заработок и так далее. И в этот месяц я сняла 84 видео. Прикиньте, в день по 3 видео выходило. Это было 2020 год, лето, до всей этой пандемии и всего. Или нет? Нет, я ошибаюсь, пандемия все-таки была. И вы знаете, я все успевала. А сейчас я вроде не работаю, у меня только Ютуб, я все равно очень мало снимаю. Это нужно как-то менять, но пока что у меня это не получается. В общем, на этом все. Я поела, было очень вкусно. Держите за меня кулачки. Обязательно подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.